Добрый день, дорогие телезрители! Как всегда, в 15.00 на телеканале Архиз 24, программа «Карачаево-Черкесия онлайн» и здесь с вами ее ведущий Екатерина Иванова и Зураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Тема у нас сегодня интересная, но прежде чем мы к ней перейдем, давайте посмотрим дайджест новостей к этому часу. В Прикубанском районе в селе Счастливое откроется современный дом культуры на 250 мест. Решение о его строительстве было принято в прошлом году в ходе рабочей поездки главы Карачаева-Черкесии в Прикубанский район. Здание старого ДК было построено почти в середине прошлого века и реконструировать его уже бессмысленно. В настоящее время в селе Счастливое ведутся работы по строительству дома культуры на 250 мест. Завершены земельные работы для установки основания фундамента. Установлены арматурные изделия для заливки бетона. Следующим этапом станет возведение стен. Программа по строительству и реконструкции сельских ДК в действии. Новых ДК культуры в Карачаево-Черкесии уже более 20. В числе победителей конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования вошло 4 проекта из Карачаева-Черкесии. Всего на реализацию грантовой программы представителям региона выделено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Так победителями признаны два проекта, представленные КЧГУ имени Умара Алиева, Международный образовательный проект «Кавказ. Территория развития» и Альпийская школа лидерства и команда образования «Пик оф Европ». Также поддержку получили два проекта СКГА. В том числе второй региональный форум «Роль молодежи в гармонии межэтических и межнациональных отношений в политкуртурной среде». Также проект привлечения органов студенческого самоуправления к организации и проведению курсов повышения цифровой грамотности граждан пенсионного возраста. В Усть-Жигуте начались строительные работы по возведению пристройки к действующей средней школе номер один. В данный момент в полном объеме выполнены демонтажные работы, выполнены земляные работы. Кроме того, завершены работы по устройству железобетонной подпорной стенки и бетонной подготовке под фундаментальную плиту. Общая площадь объекта составляет порядка 4000 квадратных метров и будет вмещать в себя 400 учащихся. Новый корпус будет трехэтажный. На первом этаже предусмотрен пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. На втором и третьем этаже расположатся учебные классы. Завершение строительства нового корпуса Усть-Жигутинской средней школы намечено на конец 2020 года. В Рикубанском районе до начала осени завершится строительство однопролетного четырехполосного моста через Большой Ставропольский канал, возводимого на 47-м километре автодороги Лермонтов-Черкеск. Протяженность нового мостового сооружения составит 56 метров, а ширина – 14. Грузоподъемность моста по техническим характеристикам составит 100 тонн. Новый мост возводится с применением сейсмоустойчивых технологий и в состоянии выдержать подземные толчки силой 8 баллов. Строители приступили к гидроизоляции мостового полотна и установке деформационных швов. Также установят металлические барьерные ограждения, а также 40 опор электроосвещения. Движение по новому мосту планируется запустить к середине августа. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» 23 июля состоится масштабный культурно-спортивный фестиваль, приуроченный к празднику Дню культуры абазинского народа. Цель мероприятия – популяризация культуры, обычаев, традиций и языка абазинского народа. На территории парка откроется выставка декоративно-прикладного искусства, а также демонстрация старинных фотографий, датируемых прошлым веком. Вместе с тем пройдут мастер-классы по приготовлению традиционных абазинских блюд, после чего все желающие смогут их продегустировать. Не обойдется без национальных танцев и песен, которые представят лучшие артисты Карачаева-Черкесии. Также будет организован телемост с Турецкой республикой и Республикой Абхазия. В Софийской долине курорта Архыс открылся высокогорный палаточный образовательно-оздоровительный лагерь «Юный турист». В этом лагере отдыхают воспитанники учреждений дополнительного образования спортивных школ, а также школьники, занимающиеся в кружках по туризму, экологии и техническому творчеству, победители и участники массовых мероприятий и соревнований, а также дети из малоимущих семей и сироты. «Юные туристы» обеспечиваются разнообразным пятиразовым питанием. Также на случай необходимости обеспечено медицинское сопровождение. Незабываемые походы по долине реки Белый, к Софийским водопадам, посещение озера Орленок, а также увлекательные конкурсы, выставки «Вечера у костра с гитарой», соревнования и дискотеки запомнятся ребятам надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом году День Почты России выпадает как раз на 14 июля, на ближайшее воскресенье. И стоит сказать, что сегодня услуги почты предоставляются в более чем 40 тысячах отделениях почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, более 360 авиарейсов. Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,5 миллиардов писем и около 140 миллионов посылок, а также более 1 миллиарда экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Вот такие вот цифры, мне кажется, объемы сумасшедшие, масштабные, и объем транзакций, которые проходят через Почту России, это пенсии, платежи, переводы, составляет 3,5 триллиона рублей в год. То есть мало того, что и много задействовано, так еще и суммы немаленькие проходят. Ну да, и мы сегодня должны поговорить про Почту Россию. Тема действительно очень интересная, тема, которая касается, мне кажется, практически всех. Рано или поздно каждый из нас в этой стране сталкивается с Почтой России. Вот, и поговорим о том, как работает Почта России в Карачаево-Черкесии с заместителем директора по операционному управлению филиала Почты России в Карачаево-Черкесии и Шиняевой Ольгой Владимировной. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Ольга Владимировна, ну мы, во-первых, поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником и сразу хочется у вас спросить, вот действительно ли сегодня Почта России выполняет такой объем заданий, которые ставят перед вами не только государство или власти республики, но и, в принципе, все люди, все получатели? Вначале хочется предоставить небольшую справку о филиале, который расположен в Карачаево-Черкесской республике. В нашем филиале три почтамта. Это Ужджикутинский, Черкесский и Зеленчугский почтамт, в составе которых 145 функционирующих отделений почтовой связи, как в городской местности, так и в сельском местности. То есть на маленькую республику 145 отделений приходится? В каждом, практически в каждом населенном пункте у нас присутствует почтовое отделение, которое оказывает наши услуги. Более того, в Черкесске, насколько я вообще помню, достаточно они так кучно расположены и всегда возле дома есть почти почтовое отделение. Да, в Черкесске наши отделения располагаются, чтобы максимально обеспечить качество сервиса нашего клиентского и чтобы наши клиенты могли обратиться по месту жительства проживания. Поэтому все отделения как-то они расположены, где вот гусы населенные, получается. Там наше отделение присутствует. То есть как есть магазины шаговой доступности, так есть и отделения почты практически шаговой доступности. Ну и приобрести товар для дома, потому что это очень удобно, особенно в сельских отделениях. Вот расскажите, пожалуйста, все-таки насколько активно, насколько динамично развивалась почта России вот у нас в республике. То есть это был ли какой-то, знаете, такой период застоя почты у нас в республике? Ну мы всегда динамично развиваемся. У нас постоянно новшества вводятся, новые технологии вводятся, новые форматы обслуживания у нас. Вот допустим, у нас вот недавно, мы в прошлом году открыли 3.0, отделение 3.0, это ОПС Черкесск, которое более 40 лет мы ждали, пока проведем ремонт. И я думаю, клиенты, которые уже посетили наше отделение, я думаю, крайне довольны, потому что мы вложили все наши идеи, вот все полностью, которые были у нас, чтобы максимально обеспечить качество сервиса и ожидания клиента в нашем отделении. Ну мало того, что это центральное отделение почты, так это еще и такая некоторая точка, обозначающая в принципе центр Черкеска, потому что, мне кажется, не в каждом городе ориентиром становится здание почты, потому что оно и выглядит так ярко, и даже как-то не выбивается из преобразованной Первомайской улицы. Ну вот скажите, пожалуйста, давайте сразу вот от прошлого к настоящему, если перейти, мы, конечно, будем возвращаться в какие-то воспоминания, но все-таки, что сегодня из себя представляет главпочтамт, и действительно ли это новое, современное такое, даже не знаю, функционирующее отделение? Главпочтамт, да, до момента, что представляет собой такую, получается, систему. У нас мы выделили центр обслуживания юридических лиц отдельно, чтобы наши клиенты, которые приходят отправить посылку, получить посылку, отдельно были от юридических лиц, которые отправляют массово наши отправления, то, что они разделены. Также мы установили электронную очередь, потому что для обслуживания клиентов, то, что для увеличения качества обслуживания, то, что электронная очередь позволяет определить, какое окошко будет клиент назначен, и при вызове, то, что будет клиент подходить и будет обслуживаться. Вот это вот как раз-таки живой очереди нет, потому что она всегда очень угнетающая. Да, и в целях того, чтобы подключить жалобы, то, что многие клиенты, вы сами знаете, что не хотят ожидать, просто здесь просто-напросто приходится ждать своей очереди и пойти по своему талончику. И у нас еще при входе расположен почтомат. Это у нас тоже также практически уже по всей России почтомат уже полностью приобрел популярность. То, что в любое время дня и ночи, 7-24, это что означает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, то, что человек может, заказав через почтомат, через интернет-магазин или через приложение, то, что может в этом почтомате, оплатив через терминал, получить свою посылочку. Да, там, по-моему, даже прямо в самом почтомате оплата есть, да? Да, полностью, да, есть оплата, потому что это очень удобно. Уже все практически этим пользуются. У нас только вот в прошлом году мы установили, так что ждем желающих. Он круглосуточный, да? Да, 24 на 7. Вы слушайте, это очень удобно. 24 часа, 7 дней в неделю. Вот, кстати, в этом плане всегда мне было, знаете, как не очень понятно, почему вот такого рода организации работают по тому же графику, что и работают все остальные люди. Ну, когда тебе нужно забрать какую-нибудь посылку, ты должен успеть каким-то, ты должен с работы проситься или там как-то что-то сделать, чтобы в свое рабочее время пойти забрать. А вот 24-часовой почтомат, это, конечно, очень удобно. Поэтому просим, просим, обращайтесь. И что хочется отметить, вот я, как также получатель услуг почты, зайдя в новое отделение совсем недавно, очень порадовала, что появилось много мест для ожидания. Это места, где можно просто посидеть, потому что зачастую на почту уходят люди пожилого возраста, которые получают на почте какие-то переводы или пенсию даже. И они приходят и могут посидеть и передохнуть. Вот расскажите, пожалуйста, какие еще нововведения были не только с открытием главпочтамта, а в принципе в развитии почты. Это электронная подпись, например. Это что из себя представляет? Потому что вроде бы простое словосочетание, но что за этим скрывается? Простая электронная подпись у нас внедрена с прошлого года. Уже около 14 тысяч клиентов по Карачаево-Черкесии перевелись на анкеты, которые анкету можно составить или на приложении Почта России, или в отделении связи, также можно через госуслуги. Анкета оформляется единожды. Только может быть замена, если у вас изменился номер сутового телефона. То, что при обращении к нашему оператору вы можете перебить сутовый телефон в программе и новая анкета. И эта анкета позволяет, что вам сделать. Все отправления, которые без наложенного платежа, выдаются в отделении без паспорта. То, что вы обращаетесь к оператору, что к вам пришла должна быть прийти посылочка. Там, допустим, когда интернет-магазин присылают, что легко там бывает зачастую, то, что обращайтесь к оператору, оператор проверяет, есть ли наличие. Вам на телефон приходит сообщение. И когда вы говорите код этого сообщения, то, что вам оператор выдаёт эту посылочку. Это очень удобно. Извещение формы 22, которая на бумажном носителе. Вот все РПО, которые без наложенного платежа. Просто с наложенным платежом, там другие немножко требования, мы пока наложенный платеж выдаём по паспорту. Все посылки с наложенным платежом по паспорту выдают. Да, я вот, кстати, пользовался уже этой услугой, мне на почте в моём отделении предложили зарегистрировать номер телефона. И это реально очень удобно. То есть ты приходишь, просто всегда, я всегда забывал вот эту вот квитанцию, которую кладут. Извещение, да. Да, извещение. Я всегда его забывал, никогда его с собой. Ты приходишь, и тебе нужно паспорт записать это всё, а тут раз по номеру телефона. Это всё уже перешло. Это правда удобно. Даже если эта квитанция приходит, тебе перед тем, как пойти на почту, нужно не забыть заполнить её дома. Нет, она там заполнена, там только паспортные данные. Не всегда, иногда приходят, всё равно какие-то данные нужно ввести. Ну да. Возвращаясь непосредственно к зданию почты, которая у нас на Первомайской находится. Внутри, я так понимаю, это уже облагородили. Да, у вас какой-то ремонт там произошёл? На Первомайской? А, или я не пойду. На Почтан. На Первомайской. Да. Мы полностью для наших работников, внутри также мы провели ремонт, то, что улучшили качество, то, что время, ну, как вот то, что они находятся на работе. Комнаты для почтальонов появились, для отдыха появились комнаты, и поэтому мы полностью во всём помещении на Первомайской провели ремонт. А провели ремонт, знаете, вот в этих помещениях, где, собственно, хранятся посылки. Конечно, конечно. Потому что это тоже важный момент, когда я вспоминаю старое здание почты, я вижу некоторые отделения, которые тоже уже давным-давно работают. Ты заходишь и видишь, что все посылки лежат как-то, ну, не совсем заботливо они там хранятся, а кто-то, может быть, и переживает по этому поводу. У нас в этом отделении и по городским отделениям внедрено адресное хранение. То, что все, которые приходят, посылки, мелкие пакеты, всё, что связано с РПО, также и простые письма, всё хранится в картотеках обеспеченным порядком. То есть это ещё раз указывает на то, что экономия времени. И времени, да, и времени обслуживания. Допустим, посылки, мелкие пакеты расположены, допустим, по наименованиям. То, что у нас с этим очень так сейчас налажена система. То, что мы во всех городских отделениях это внедрили. То есть оператору уже не приходится, когда ты приходишь с квиточком нырять в эти посылки и в поиски перебирать. Перебирать нужного маленького пакетика. При вводе, получается, фамилия, имя, отчество, то, что нашу программу в почтовую, ясу, паиск. То, что выходит номер полки и оператор спокойно идёт и выбирает это отправление уже с полочки. То есть координаты на карте хранения всех посылок уже выбиваются практически. Не координаты, просто в полке мы можем определить. Там мы когда оформляем, просто я вглубь чуть залезу. Мы когда оформляем, там получается мы проставляем порядковый номер. И по порядковому номеру мы определяем. Это гораздо проще, чем искать среди тысяч одну единственную. Но, знаете, конечно, мы всё это красиво рассказываем, но давайте напомним нашим телезрителям, которые ещё не были в здании главпочтамта и которые только собираются туда прийти, а может быть даже ещё и не знают, что там сделан ремонт. Давайте все вместе посмотрим, как выглядит новое здание и что там ещё интересного есть. Внимание на экран. Отреставрированное здание главпочтамта находится в самом сердце Черкеска. Более того, является частью его исторической застройки. Четыре десятка лет оно не видело ремонта, зато сейчас зайти сюда – просто удовольствие. Ну, сейчас мне очень нравится здесь, очень. Что уж хорошо, то хорошо. Модернизированное отделение почтовой связи по улице Первомайской обслуживает более 48 тысяч человек, а также 650 организаций, предприятий, государственных учреждений и частных компаний. Главпочтамп – это уже совсем другое здание, оборудованное в соответствии с новыми требованиями, где, уверен, будет удобно как посетителям, так и работникам. Мы вместе с коллективом Карачаева-Черкесского ФУПС постарались создать это отделение и отразить в нём то, как меняется Почта России. Новое отделение порадовало не только свежим ремонтом. Оно буквально напичкано достижениями технического прогресса. Например, зона обслуживания 24, которая наверняка будет пользоваться особой популярностью посетителей. Клиенты могут заказать свои посылки и письма и всё остальное, которые они могут уже не без операторов, без этих, прийти и оплатить за наличку, без наличку. И вот при входе, это почтомат поставлен, это зона 24. То есть полностью они сами... Впервые в республике будут? Впервые будет открыто. Новое отделение Почта адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь действуют пункты оплаты услуг ЖКХ и электронная очередь, а весь персонал прошёл курсы переподготовки. Все операционные окна универсальные. Надеемся, что у нас проблем с очередями, с выдачей, приёмом посылок, с оказанием почтовых услуг не будет. Пока это отделение проходило реконструкцию, все письма и посылки шли через другие почтовые отделения. Но с этого дня этот поток вернётся в привычное русло. Кстати, скоро такие же современные почтовые отделения появятся в других районах Черкеска и в Карачаевске. Конечно, мы не ожидали, что настолько будет всё идеально, настолько будет всё доступно для клиентов и для нас. Мы их ждём, мы их любим. И, конечно, вот этот 8 месяцев, которые прошёл ремонт, для них, именно для них это было очень тяжёлым испытанием. А сейчас добро пожаловать им к нам. Постепенно все почтовые отделения должны прийти к единому стандарту, который мы наглядно видим здесь. А в отдалённых уголках республики ведут модульные отделения, которые, например, уже успешно работают в Донбайе. А до конца этого года появятся Волох Ильич и Карапага. Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня мы с вами говорим о работе Почты России в Карачаево-Черкесской республике. У нас в гостях заместитель директора по операционному управлению филиала Почты России в Карачаево-Черкесской республике Шиянова Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, ну, один вот такой вот главпочтамт, это всё очень прекрасно, всё очень красиво. Но как обстоят дела с другими отделениями? То есть ремонты, может быть, где-то появится ещё одно такое функциональное и современное здание. Вот расскажите, пожалуйста, что там у нас и в сёлах, и в городах. Ну, у нас, допустим, в прошлом году также мы открыли то, что отремонтированное помещение, то, что Почта России, отделение почтовой связи по Ставропольской улице, Черкес-10, то есть 369-010. Там также, получается, мы провели ремонт, тоже также по новым форматам обслуживания. Но так как отделение маленькое, там только у нас один начальник отделения, то, что такого масштаба, как в 3-0, конечно, нет. Чистое здание, приятное для клиентов. Также для почтальон созданы все условия для работы. Ну, это немаловажно. Пусть, может быть, не везде формат настолько технологичный, но зайти в новое чистенькое, красивое, отремонтированное здание всегда приятно. А будут ли ещё где-то появляться такие современные и действительно технологичные отделения нового формата? Конечно, на данный момент у нас планируется к ремонту, то, что все проходят всю производственную документацию, по 369-140 в станице Зеленчукской. Тоже также главпочтам Зеленчукская. И также в планах у нас этот ремонт в УПС Учкикен, 369-308 Малакарачаевского района. Ну, то есть такие довольно-таки большие сельские поселения, которые раздают посылки большому количеству людей. А что касается именно сельских, вот таких маленьких отделений, которые, может быть, там одно небольшое на несколько, на сотню человек в одном селе, что с ними? Будут ли они ремонтироваться? Также сельские отделения у нас по адресной программе также мы производим ремонты. То, что, допустим, там же поочередно нужно каждое отделение привести в порядок. И поэтому, которые остро нуждающиеся отделения в ремонте, мы, конечно, в адресную программу включаем и производим там ремонты. На этот год запланировано больше, около 10 отделений на ремонт. Ну, а тем более они такие небольшие. Вот я по отделению, которое возле моего дома находится, знаю, что там одно помещение такое, ну, оно даже поменьше, чем в нашей студии. И второе такое же примерно. Ну, там достаточно просто все это делается. Ну, даже здесь на Гутякулово отделение совсем маленькое. И тем не менее хочется и туда приходить, в светлое здание. Вообще, кстати, по поводу светлое здание и ремонта, мне кажется, в первую очередь это даже для самих работников. Конечно. Потому что мотивация прийти на хорошее рабочее место, когда мы разговаривали про новый онкологический диспансер, как раз нам врачи говорили о том, что само место вдохновляет тебя работать. И, конечно, это очень хорошо, что делаются ремонты в почтовых отделениях. И хочется добавить, мы не только ремонты делаем, но мы еще и для маломобильных граждан республики также производим по адресной программе условия доступности. Некоторые отделения частично доступны, некоторые полная доступность. Поэтому также свои отделения по адресной программе все производим. То есть доступная среда есть? Доступная среда присутствует, да, в Почте России, в отделениях почтовой связи, также по Карачао-Черкесии. То, что мы рады, что тоже у нас такая есть возможность чем-то помочь нашим клиентам и жителям республики. Что касается... Мы вот с вами во время сюжета об этом говорили. Существуют и такие специальные передвижные мобильные отделения почты. Вот расскажите, пожалуйста, про них, как они называются, во-первых, правильно, чтобы мы уже понимали, и для чего они, собственно, нужны. Неужели вот такая необходимость была? Ну, мобильных передвижных у нас по республике нет. То, что у нас только есть мопсы, у нас два мопса. Это в поселке Дамбай и в поселке Малокурган. Мопсы что такое? Я только собак знаю. Мопсы. Мопсы – это передвижное отделение почтовой связи. Но на территории республики у нас нет попсов, потому что мы обслуживаем те населенные пункты, где нет почты. Мы обслуживаем теми, которые находятся близлежащие отделения почтовой связи. Поэтому у нас такое нет необходимости. У нас есть два мопса, которые мы установили в Малокурган и в поселке Дамбай. То, что это мобильное отделение почтовой связи, в которых полностью есть клиентская зона, зона, допустим, для работника отделения, также есть там кладовая. Все полностью это отделение, которое полностью обеспечено всеми необходимыми уровнями для работы и для обслуживания клиентов. Как они работают и почему, собственно, нужно было именно в этих населенных пунктах, сделать такой вид почты? Они работают в штатном порядке по режиму работы отделения связи, по режиму закрепленных. Единственное, в чем была проблема, в этих населенных пунктах у нас не было возможности открыть отделение связи в помещении, потому что отсутствовало помещение, то, что у Малокургана, мы в Дамбай не было у нас помещений. И мы заказали два мобильных отделения, нам их установили. У нас еще было в приоритете на Ильич и на Карапагу. Ну, пока ожидаем. Мобильное отделение, как это выглядит? Это какой-то прицеп к автомобилю? Нет, это обычное модульное отделение из профнастила. Полностью как отделение, только оно как? Такое мини-формата. Мини-формата, да. Скажите, отходя от непосредственно зданий почтовых отделений, переходя непосредственно к работе, насколько сейчас много стало посылок, потому что есть ощущение, что сейчас все заказывают из Китая. И насколько мало стало... И не только из Китая. Ну, из Китая в том числе. Но Китай, мне кажется, основной все-таки трафик, потому что даже я захожу, какие-нибудь условные наушники, как ты говорила, стоит 100 рублей, ты нажимаешь заказать, и вот эти наушники к тебе идут 4 месяца. Но они все между тем проходят через Почту России, то есть объем посылок огромный. Насколько увеличился за последние годы объем посылок? А самое интересное, насколько уменьшилось количество подписок на газеты и журналы? Наверное, тоже есть какая-то такая динамика к снижению. Да, у нас получается, у нас посылки увеличились, причем очень существенно, особенно когда происходит распродажа на Алиэкспресс, и в интернет-магазинах у нас рост возрастает. Вы знаете, что через пару месяцев увидели. Возрастает, наступают у нас пиковые моменты. Черная пятница, это самое. У нас возрастают пиковые моменты, но мы стараемся, чтобы наши клиенты получились вовремя, потому что это наши качества, нашего обслуживания, и поэтому очень большой рост. Но подписка, конечно, у нас в сельских населенных пунктах, конечно, она лучше, чем в городских, потому что все перешли на интернет, то, что это ни для кого не секрет, а в сельских населенных пунктах еще выписывает. Особенно у нас очень много клиентов, которые выписывают газеты, журнальчики вот эти, которые готовим, доготовим кухня, и прям собирают, прям подшивку делают, и прям собирают каждый экземпляр. И очень много таких клиентов, и особенно они в сельской местности. Ну да, все, у кого есть дома планшет, они не знают, куда зайти и посмотреть все эти рецепты. Это действительно так. То есть вы готовитесь уже заранее к каким-то вот таким вот распродажам, к как-то мобилизуемым? У вас есть сезонность своего рода? Не то, что сезонность есть, но у нас обычно к Новому году, вот с ноября, декабрь, январь, у нас вот пиковые сезоны, наступает высокий сезон, как мы его называем, то, что массово люди шлют друг другу подарочки, то, что интернет-магазины распродажи делают, но в последнее время, то, что когда вот пошли черные пятницы, то, что у нас пиковые сезоны не только бывают в эти месяцы, но и другие могут быть. Да, и межсезонные, то есть летняя распродажа, потом распродажа зимней одежды или каких-то межсезонные вот эти вот собственные распродажи, о которых я говорю, это... Катя знает, о чем говорит. Все, сразу захотелось что-то заказать быстренько. Мы сродачи доставим. Подкинуть вам работки, так сказать. Ну, если говорить уже вот о такой вот пиковости и говорить об объемах, насколько увеличилась скорость доставки, потому что все мы помним бесконечное количество тех же мемов... Да, мемов прям более чем про почту России. ...направленных на скорость доставки посылок, когда там в отделении почты ты приходишь, ждешь свою посылку, и, собственно, уже с дедушкой оттуда уходишь. Вот эти вот все картинки сразу вспоминаются. И это только самый такой попсовый вариант. Но сейчас насколько изменилось, актуальны ли вот такие вот разговоры и возмущения получателей, которые были когда-то. Хотя в свою очередь могу заметить, что мне кажется, их стало гораздо меньше. Возможно, мы все создаем. У нас логистика сейчас развита таким образом, что у нас, допустим, с Москвы до Черкеска может посылка дать за 5 дней. 5-7 дней может посылка поступить в интернет-магазин. Только при условии того, что там приемы осуществлят сразу, как только сдали. Потому что у нас очень скорость увеличилась, у нас скорость обслуживания увеличилась. И поэтому сейчас актуальный вопрос в том, что у нас мы меняемся, меняемся в лучшую сторону, и в том числе и по доставке. А насколько, как Вы считаете, как человек, который уже знает кухню всей этой системы, насколько повлияло на усовершенствование такое действительно огромное количество тех же шуток про почту России, которые звучали везде, собственно? У нас введены новые показатели нашей качественной работы, которые отслеживают каждое обращение. На каждое обращение мы практически даем ответы. То, что и в целях, если какие-то нарушения, мы стараемся их устранить. Также мы проводим с работниками обучение, также стандартам клиентского сервиса, обучением нашей работы, внутренней работы, для улучшения нашего пассивного фона и уменьшения жалоб. Ну, я думаю, у нас на протяжении трех месяцев у нас стабильные показатели в лучшую сторону. И надеюсь, наши клиенты будут довольны. Это не может не радовать. Ну и, как Вы уже сказали, действительно очень много посылок, очень много услуг оказывается именно на селе. Давайте посмотрим небольшой сюжет об одном из отделений, о тех, кто там работает, и о том, самое главное, насколько важна почта именно в таких вот маленьких селах, в маленьких поселениях. Внимание на экран. Светлана Урумова всю жизнь трудилась на деревенской почте и теперь даже не представляет свою жизнь без этой работы. Ведь за годы, проведенные на трудовом посту, жители родного аула Алибердуковский стали для Светланы одной большой семьей, вместе делящих и радости, и беды. Когда ты считаешь нужным людям, кому-то, и когда ты чувствуешь, что ты нужна им, и они нужны, получается, тебе, это общение, это каждодневные их проблемы, когда у тебя в ушах звенит, и ты чем можешь, тем помогаешь им, их беды, их проблемы, их радости, вот все с ними делишь как-то. То есть ты в каком-то обществе интересном оказываешься, ты где-то там живешь, а ночевать домой уже идешь. И поэтому вот этот магнит, видимо, от населения, которое мы обслуживаем, от них исходит. Почтальон в России – профессия в основном женская. Но это не значит, что она легкая. Фатима Тлимахов вот уже 20 лет, как разносит почту. Многое было пережито за эти годы. Потеряв кормильца семьи, Фатима самостоятельно вырастила и поставила на ноги троих детей. Чтобы зарабатывать больше и кормить семью, она была ушла с должности почтальона. Но жители аула не смогли ее отпустить. Настолько сильно полюбили ее на этом посту. Я люблю свою работу. Я уже 20 лет работаю с людьми. Очень хорошо общаюсь с ними. Дружно с бабушками хорошо работать. Общий язык находим. Вот так каждый день Фатима Тлимахова обходит дворы родного аула, дабы обрадовать своим визитом людей с нетерпением ожидающих письма или свежие газеты. Для многих в сельской местности приход почтальона – своего рода праздник. Ну а сегодня и вовсе особый день – выдача пенсии. И пожилые люди с самого утра ждут, когда Фатима покажется на их улице. Она хорошо работает, вот почтальон Фатима. Все время дают вовремя. Очень хорошая работница, почтальон наш. Хорошая. Работает без перерыва, без остановка. Вовремя дают и вовремя принес деньги. Для жителей аула Фатима уже как родная. И радуются они не столько пенсии, сколько возможности лишний раз пообщаться с почтальоном. Фатима наша очень хорошо работает, очень хорошая работница у нас. Мы ждем с утра до вечера, когда приходит. Когда дождь идет, тоже приходит. С дождя не оставляет, ходит по улицам. Даже пешком ходит. Дождь приходит, пешком ходит. И несмотря на то, что профессия почтальона очень нелегка, Фатиме приятно разносить людям письма и газеты, видеть на их лицах улыбки и слышать слова благодарности. Знать, что здесь ее всегда рады видеть. Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии. Я напомню, что сегодня в прямом эфире мы говорим о работе Почты России в Карачаево-Черкесии. У нас в гостях заместитель директора по операционному управлению филиала Почты России в Карачаево-Черкесской республике Шиняева Ольга Владимировна. Простите. Ольга Владимировна, какие новые услуги появились в отделениях почты? Потому что, понятное дело, технические какие-то примочки, которые появляются, которые являются большим таким стимулом для более удобной работы почты. Но все-таки услуги новые можно получить там? У нас, допустим, сейчас сделана такая услуга при заполненном предоплаченном почтовом отправлении, при которых клиент может самостоятельно дома оформить через мобильное приложение Почта.ру свою посылочку. Не выходя из дома, оформляет, приходит в отделение, сдаёт трек с ШПИ оператору, и оператор дальше доводит и отправляет это отправление. Какое преимущество? Это скорость, то, что клиент не стоит в очереди, такие отправления обслуживаются без очереди. И также это предзаполненный можно заполнить, а предоплаченный также можно оплатить через карточку. То есть посылку же нужно как-то упаковать, или он сдаёт, её упаковывают? Он может дома упаковать, а может в отделении упаковать. Это по желанию клиента. Ну то есть всё делается для того, чтобы ускорить... Ускорить и улучшить качество обслуживания. Ну вот это очень важно, мне кажется. Существуют ли ещё какие-то новые явления в работе почты? У нас мобильно-кассовые терминалы, которые почтальоны при доставке населению, когда делают доставку населению, могут на дому принимать коммунальные платежи, оплачиваются штрафы и приём сотовых платежей. Практически, вот мы вчера говорили об МФЦ, где можно получить 200 услуг в одном месте, так и тут можно прийти на почту и сразу кучу всего переделать и со спокойной совестью пойти в МФЦ, доделать то, что осталось. Кстати, мы вчера говорили, когда разговаривали про МФЦ, говорили про сотрудников и о том, насколько важно набирать сотрудников, действительно, профессионалов. Что в вашем случае? Во-первых, сколько людей работает в почте в Карачаево-Черкесии? Насколько я понимаю, цифра достаточно внушительная. А во-вторых, как с этим персоналом? Мне, насколько я понимаю, достаточно сложно набирать персонал на такие должности, как, например, почтальон. И как у вас с этим обстоит дело? У нас в филиале около тысячи сотрудников, но это примерно так, около тысячи сотрудников по всей республике. У нас очень кадры обновились, то, что новые кадры, мы их обучаем, как и операторы, так и начальники, так и почтальоны. И также есть у нас заслуженные работники, которые прям почтовыми династиями работают у нас на предприятии. Почтовые династии? Прям семья. Почтальонская сумка, которая передается из поколения в поколение. Вот прям представила. Ну вот, а как с персоналом сейчас? Я так понимаю, не очень охотно идут люди. Или все-таки нет кадрового голода? Кадровый голод немножко есть, вот именно по сельским поселениям. То, что есть у нас кадровый голод, то, что, сами знаете, что и так работы на селе нет, и просто у нас, ну раз, нехватка почтальонов идет по селу, по городу, конечно, намного лучше. То, что молодежь, вот зачастую, вот в большие отделения, то, что набираем операторов, то, что обучаем, переводим в другие отделения, если близко, то, что стараемся, чтобы наш персонал здесь был содействован. Есть ли возможность карьерного роста? Конечно. У меня, допустим, в управлении у меня девчонки, вот я их взяла из операторов. Они с операторов у меня пошли, вот мой отдел, вот специалистами работают. Молодой персонал, я так понимаю? Практически вот молодежь, но, конечно, есть не только молодой персонал, есть дослушанные работники, которые на протяжении 10, 15, 20 лет отработали у нас в отделениях почтовой связи, за что им огромнейшее спасибо, то, что и так же, что под ним в наших рядах так же и работали. И особенно вот почтальоны, да, вот то, что которые на протяжении там большого количества времени отработали, тоже только низкий поклон, и спасибо огромное вот от всей души. А насколько сегодня вообще актуально, актуально увидеть почтальона, разносящего письма, какие-то посылки, потому что, конечно, все мы вспоминаем такие, может быть, советские фильмы, мультфильмы, где был такой образ почтальона, который разносит эти письма, и журнал «Мурзилка». Сейчас, мне кажется, есть, да, почтальоны, все полностью почтальоны, особенно в сельской местности. И в городской местности почтальоны все доставляют практически, то, что и все письма, и извещения доставляют, и подписку доставляют, то, что наши издания подписные доставляют, доставка происходит. А особенно в сельской местности наш почтальон как друг семьи, как хороший психолог, выслушает полностью, какие-то проблемами с ними поделится. И поэтому у нас на селе, особенно практически все почтальоны, вхожи в каждый дом, и то, что только слова благодарности в их адрес мы от них слышим. Ну, получается, да, вот два человека, которые всегда знают все, что происходит в районе. Это участковый и почтальон, получается. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, существует ли в вашем опыте работы, в вашей такой вот карьере, может быть, какая-то история связана именно с почтальонами или, может быть, с какой-то доставкой? Потому что всегда во время профессиональных праздников вспоминаются курьезные, веселые, интересные случаи. Вот были ли такие в вашем опыте? Очень много было таких курьезных ситуаций. У нас один раз почтальон, чтобы клиенту доставить письмо, около шести утра пришла к нему домой и доставила это письмо. Конечно, клиент был в шоке, но она побоялась, что это было судебное письмо. И в целях того, чтобы обеспечить явку нашего клиента в суд, она в шесть утра доставила ему это письмо. То есть она практически всю ночь спала с этим письмом, с утра встала? Нет, просто у нас в сельских отделениях доставка, вот, допустим, доставку отчитываются на следующий день. И чтобы она отчиталась качественно, вот такой получился ответственный человек, чтобы человека не подвезти. И вручила вот по джигутинскому почтам такой случай был. Слушайте, это на самом деле безумно похвально, потому что, ну, мне кажется, редко встречаешь настолько внутренне ответственных людей, которые относятся к своей работе настолько, вот, и это прям действительно очень круто. Мне было бы безумно приятно. Да, тем более, когда письмо важное, и письмо может повлиять в какой-то степени на судьбу человека, это и похвально, и в тот момент, когда утро действительно началось далеко не с кофе, а со звонка почтальона, ну, и в шесть утра. В шесть утра. Я представляю, я представляю, человек в этот момент, когда прозвенел звонок, он, наверное, возненавидел почтальон, он не знал уже, кто ему звонит, а потом, наверное, сказал спасибо все-таки, да. Давайте сейчас посмотрим еще один сюжет про человека, действительно уникального, потому что женщина, посвятившая более полувека работе на почте. Давайте посмотрим, что же это за человек и почему вот так вот вся жизнь связана именно с письмами, с посылками и с работой на почте. Внимание на экран. Саратину Остежеву без сомнений можно назвать уникальной личностью. Мало на земле найдется людей, которые имеют 66 лет трудового стажа, причем все это время проработав на одном месте. Свою профессию Саратина Сафарбиевна выбрала по зову души и большую роль в этом сыграл случай из детства. Я в седьмом классе была, моя бабушка мне рассказала, что у меня отец попал во время войны в госпиталь в Кисловодск. В Кисловодске главврач дал телеграмму, а у нас была тут еще моя мама Гукимухова-Зурят и другая женщина Гукимухова-Зурят. Ей отнесли эту телеграмму. И после этого, не знаю, как он выздоровелся или нет, но попал в Украину. И я, когда она мне рассказала, я твердо, даже плакать хочется, твердо перед собой поставила вопрос. Я буду на почте работать и буду обслуживать людей от и до. Своё обещание юная девушка исполнила и вот уже 66 лет работает на хумаринской почте, являясь живым примером профессионализма и любви к своему делу. А фраза «клиент всегда прав» стала для неё девизом по жизни. На такой работе нельзя работать, если ты грубая. С клиентами должно быть очень вежливо. Даже если они тебя обидят, ты должна им... Даже иногда бывали, говорят, вот зайдешь и хочешь поругать. Она говорит, не даст поругать. Всегда так говорили. Работа почтальона далеко не самая простая. Помимо того, что Саратина Сафарбиевна весь аул обходила пешком, разнося корреспонденцию, так еще и на самой почте работы всегда хватало. Но в этом круговороте она всегда ставила на первое место интересы простых жителей аула. За эту Саратину Сафарбиевну любят и уважают и не хотят, чтобы она уходила на пенсию. Никогда не слышала нареканий от населения, чтобы она нагрубила, чтобы она кого-то обидела, чтобы она что-то кому-то не вовремя выдала. Хотя бывали месяцы, бывали годы, которыми по несколько месяцев ни зарплаты, ни пенсии. И такие времена бывали. Но она как-то умело выкручивалась, нареканий со своей стороны никогда не имела. Даже несмотря на любовь к профессии, на первое место в своей жизни Саратина Сафарбиевна всегда ставит семью. Со своим супругом она уже больше полувека вместе вырастили троих детей, а сейчас нянчат внуков, с которыми, по словам нашей героини, она отдыхает и душой, и телом, чтобы уже завтра опять пойти на любимую работу. Мы снова в студии продолжаем наш сегодняшний разговор о Почте России в Карачаево-Черкесской Республике. У нас в гостях заместитель директора по операционному управлению филиала Почты России в Карачаево-Черкесской Республике Шиянова Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, ну вот вы знакомы с вот этим вот человеком, который 66 лет посвятил работе на Почте? Знакома лично. Я была, получается, в джигутинском почтамте замом начальника почтамта. И все эти деления, которые по джигуте, я их тоже контролировала. Я тоже за них проводила и проверки, и обучение. То, что я сама лично знакома со Стежевой Саратой Несофорбиевной. То, что она у нас человек очень такой, очень обучается, получается, новым технологиям. Несмотря на возраст. Несмотря на возраст, да. Она старается, вот любовь, вот именно любовь к почте, к почте, к своей профессии, вот скорее всего, движет, чтобы осваивать что-то новое. А вот насколько действительно сложно обучать сотрудников вот уже более взрослого поколения, потому что мы видели, что и в Алибердуковском работают женщины, ну не молодежь, скажем так. То есть не девчонки, которые сотовые телефоны, интернет знают лучше, может быть, чем какие-то вещи в реале. Насколько их тяжело обучать, насколько такой индивидуальный, может быть, подход к этому требуется? Или все легко проходит? Вот индивидуальный подход к каждому. Допустим, наши все отделения, вы сами знаете, что работают все с компьютерной техникой. То, что я с УПОЭС, у нас достаточно такая, хотя и легкая программа, но все равно нужно было ее обучить. Поэтому каждому подход индивидуальный, и каждый проходит СДУ, систему дистанционного обучения. И, конечно, есть такие, что и каверзы есть какие-то, есть подводные течения. Но мы стараемся, чем-то помогаем нашим работникам, чтобы максимально комфортно, максимально быстро они прошли обучение. Ну вот вы так тепло говорите о сотрудниках. Скажите, пожалуйста, 14 июля, вот в воскресенье, запланировано ли какое-то мероприятие, такое воскресная встреча? Будет ли что-то специально для сотрудников организовано? Для сотрудников мы планируем на следующей неделе, в пятницу, то, чтобы провести награждение. У нас ежегодно награждаются наши работники, заслуженные работники, и благодарственными какими-то грамотами, и почетными грамотами. У нас ежегодно 2-3 человека награждаются мастерами связи. Поэтому у нас каждый год на День почты мы стимулируем наших сотрудников. Это замечательно. То есть у сотрудников тоже праздник? Да. Но почта в этот день в любом случае работает и доставляет посылки? Конечно, почта работает каждый день, за исключением праздников, которые по всей стране. Но 3-0 у нас практически работает каждый день, даже во время праздников. Ну и сейчас немножечко к самому такому важному и приятному хочется у вас спросить про то, насколько Карачаева-Черкесия все-таки хорошо или, может быть, все-таки не самая приятная, не очень хорошо выглядит среди других регионов по итогам работы, по итогам какого-то развития. Есть ли у нас какие-то сподвижки и поводы для радости? У нас поводы для радости есть. Мы находимся на 12-м месте по итогам 2018 года по всей стране. Из 82 филиалов я считаю, что это неплохие наши показатели. То, что я поясню, что этот показатель слаживается из множества маленьких показателей, которые проверяют деятельность филиала. Такие как скорость прохождения посылок, сохранность посылок, качество обслуживания, качество клиентского сервиса и ряд других, получается, показателей, которые влияют. Я считаю, что у нас это место по всей стране, это очень хороший показатель. Да, это показатель неплохой. Конечно, есть куда стремиться. Всегда, мне кажется, лучше быть не первым, а вторым, чтобы был повод улучшать и развивать свою работу. И теперь самая приятная, как говорится, вы имеете возможность поздравить своих коллег, сотрудников и всех тех, кто посвятил свою работу почте, свою жизнь почте в некоторых случаях. Что бы вы хотели им сказать в преддверии праздника? Хочется сказать следующее. Дорогие коллеги, с наступающим у нас профессиональным праздником! Почтовики — это настоящие профессионалы, преданные своему делу. Мы дарим людям радость общения, мы связываем не с везумом, то, что города, мы связываем между собой, то, что наша логистика так построена, что мы можем, допустим, посылку с одного города переправить в другой город. И нас соединяют люди на тысячи и на тысячи километров. И пусть любимая работа приносит только радость и хорошее настроение. А всей души желаю вашим семьям, вам, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и процветания благородной профессии. Замечательно! Очень теплые слова. И хочется напоследок спросить у вас, Ольга, какая профессиональная мечта? Чего хотите, как человек, который знает всю кухню почты и работает на ней? Я начала свою профессиональную деятельность с бухгалтера в Усть-Жигутинском почтамте. Затем меня начальник почтамта заметила и назначила меня своим заместителем. Я около пяти лет проработала заместителем начальника почтамта, а потом стала заместителем директора по оперуправлению. И вот о чем сегодня мечтает все-таки заместитель такой большой структуры? Я мечтаю, чтобы у нас, получается, все наши клиенты были довольны, чтобы было поменьше жалоб, потому что я разбираюсь сама лично жалобой, то, что ко мне очень много клиентов обращается, я стараюсь каждому найти индивидуальный подход, чтобы как-то уменьшить этот резонанс. Показатель недовольств. И поэтому у меня только одно желание, чтобы наша почта процветала, наша Карачаева-Черкесия, то, что наша почта была тоже на лидирующей позиции, для чего я стремлюсь, то, что только для на улучшения. Чтобы 12-е место поменялось на первое. Хотелось бы, конечно. Ольга, спасибо вам большое. И то, что вы говорите о мечте, как о том, чтобы получателям было хорошо, это показывает, что действительно на почте работают люди, которые отдаются своему делу. У нас очень большую роль играет наш директор филиала Ахмат Макамедович Лайпанов, который связывает все звенья нашего филиала, тоже, и хочется только слова благодарности в его адрес, то, что очень такой человек, который за каждого человека болеет, душой болеет. И поэтому очень во многом успех нашего предприятия только зависит от него. Спасибо вам большое, что сегодня вы пришли к нам в студию. Действительно, никого не забыли, обо всех рассказали. Спасибо вам большое. Мы рады, что почта развивается, что ее работа не останавливается, и что мы в любой момент можем получить посылку с любой точки Земли. Спасибо вам большое и с наступающим праздником. Спасибо большое. Ну, а наш эфир подходит к концу. Мы с вами увидимся уже в понедельник в 15.00 на телеканале Архиз 24. У вас есть целые выходные, чтобы заказать все, что вам хочется, тем более уже время летних. А может даже получить. Да, потому что время летних распродаж уже началось, между прочим. Она понимает, о чем она говорит. Всего доброго, дорогие телезрители, и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин